Всем привет, друзья! Вы на канале Блади Ройс, меня зовут Владимир, и сегодня я со своей девушкой Сашей продолжаем играть в игру под названием Граунд Дэд. Привет! В прошлой серии мы остановились с вами на том, что бегали по локации с песочницей, бегали там по песку, лутали предметы, смотрели в лабораторию, что мы еще не сделали, отдали бургу чип, новые предметы получили, и постройки, по-моему, у нас открылись новые. В этой серии, я думаю, мы займемся улучшением нашей базы, я думаю, может, достроить ее до конца, сделать какой-то заборчик небольшой, чтобы вот всякие вот такие вот муравьи тут находили у нас, не жрали нашу еду, можно тут огородить немного, запастись сухой травой, всякими ресурсами необходимыми. И в этой же серии попозже пойдем, наверное, в лабораторию. Так, где у нас лабораторию? В лабораторию на пруду можно сходить, и в лабораторию в живой изгороде. Там у нас, по-моему, не все предметы залутаны, там надо было использовать ключ-карту помощника менеджера, и сейчас она у нас появилась, и мы можем, в принципе, открыть эти двери. Думаю, этими вещами мы займемся с вами. Надо сухой травы налутать, у нас вечно сухой травы не хватает ни на чё. Да. Можно посмотреть еще, может, какие-то предметы у нас новые открылись. И у нас так-то еще нам надо одну лабораторию найти, по сути. Лабораторию в Марьеве. Я так понял, в отравленной локации где-то. Надо, короче, рубить одуванчики. И делать забав. Еще, я думаю, можно домик улучшить. Вот здесь вот полы можно поменять, доделать глиняные. Можно травяной стол сделать, вот перегородкой сухой травы можно поставить. Такая просто, ради прикола. Вот можно всякие украшения, вазы всякие делать. Жгучая резина нужна. Вот у нас еще тут генератор. Фероманков. Новая какая-то станция. Изогнутую стену можно еще сделать. Можно изогнутые двери даже сделать. Так, давайте начнем полы менять. Вот, переработаем вот это дело. И нам еще надо, я вспомнил, в это сходить. Опять в песочницу. И там сделать подъем. Лесеньки. Там можно флаг поднять. Флагбургу. Нет места, нет места. Все, нигде места нет. Буду, значит, просто выкидывать. Вот этих травяных у нас много. Да-то их рядом просто клади где-нибудь. Блин, сейчас тут разберусь и попадай, да? Надо перемещать все. И сундуки надо по-другому поставить. А то у нас как-то все тут не очень. Надо сделать какие-нибудь полки, а на них сундуки ставить. Хорошо, что тут перемещать можно. Это вообще отлично. Сейчас, прикинь, лишний пол сломал и сразу падает весь дом наш. Не надо. Мне бы какой-нибудь коктейль, чтобы больше таскать. По 8. Как-то не очень. Сейчас везде каменный фундамент сделаем. А стены из камня нельзя почему-то, да? Еще фиг знает. Хватит нам, не хватит. Что, за глиной побежим? А что тут земля торчит? Она так и будет? Ну, видимо, да. Она так и была, по-моему. Разве? Ну да. Она вроде не мешает. Так, все, полы поменяли. Глины хватило. Дом у нас странной формы получился. Из-за того, что здесь листочек мешал. Нам бы весь дом сместить, а нам смещать некуда. Здесь этот стоит. Мешает. Нам надо, наверное, второй этаж какой-нибудь. На втором этаже сундуки, например. Или снизу сундуки, а сверху всякие вот эти коктейльчики. Да, 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 да. Надо подумать, как это сделать. Полу стебли вот мне надо. Так слишком низко будет. Нам надо вот так хотя бы делать. Вот на такую высоту. Сейчас тут надо будет опять переделывать крышу. И, в принципе, все поднимать надо будет. Так, ладно, давайте начнем делать. Все, Чистаково закончился. Да, весь, который тут лежал, закончился. Надо теперь это подбирать, который тут на выкидывал. Можно было бы просто из травы сделать, но как-то не очень. Нам прям много надо Чистаково. И вон еще сорняк-здоровяк. Тут нельзя какую-нибудь тачку сделать, таскать? Наверное, нет. Кстати, не продуман. Могли бы добавить. Как в The Forest каком-нибудь. Что, все время на руках таскать? Или на колесиках какую-нибудь тачанку. Накачаемся с тобой тут. Задолбаемся скорее. Так, ну, почти. И крышу надо будет потом все переместить. Ладно, сейчас посмотрю коктейль. Можно надеть броню этого, рабочего? Вот рабочая страховка силоприношений дает. Три штуки сделал. На. Так, сколько я смогу на сейчас? Восемь могу. Вот. Нормальный. На три штучки больше. Так, еще сорняк-здоровяк готов. И тут еще одуванчики. Все, эффект кончился уже у меня. Только выпил, уже закончился. Я даже ничего сделать не успел. Так, можно какие-нибудь полки сделать? Можно сделать кровать простую. Можно вот эти, наверное, пол-пол поставить. И ставить вот так на них. Да, вот так. Вот и сейчас сундуки сюда переместим. Будьте у нас по-человечески. Аккуратно. Так, давайте сундуки будем как-то расставлять. Пускай один сундук тут будет. Вот, сундук со снаряжением. Сундук с растениями пускай снизу стоит. Че он отсюда? Ставь его давай. Ручок что? Вот сюда ставь. Вот. Вот. Растения тут. Давайте камушки вот тут будут стоять. Вот так разместим. Вот. И переименовать. Растения один здесь будут. Здесь растения два. Здесь растения три. Все правильно. Животные один. Животные два. Камни. Снаряжение. И прочее наверх можно поставить. Вот так будем ставить синхронно. Потом там фонарик добавим. Все, сундуки у нас на полочках стоят. Думаю вот так что ли сделать. Надо окошко убрать. Тут мешает вещь. Сушуку надо куда-то в другое место. Напрягает. Костерчик тоже вот сюда. Поставить вот тут. Окошко еды пускай стоит. Вот тут лесенку надо сделать. На второй этаж. Взял поднялся. И тут вот надо тоже лесенку. Блин и тут надо по другому значит сделать. Иначе тут тоже не подняться. Ну вот. Что-то меняется. Сейчас крышу переделаю. Разбирает. Такие хоромы у нас здоровы будут. Вот не надо половину стены. Включать. Эта стена. Да, эта стена. Вот так. Все, сорняка не хватает мне. Рубить надо идти. И вот такие треугольники. Все, а теперь куча стеблей. Вот тут у нас много заданий. Надо поднять знамя Бурга в ущелье. Поднять знамя Бурга где-то там еще. Такой у нас домик. В стороне. Пиряга. Да, выглядит так это. Знаешь. Надо было хотя бы окошки что ли там поставить. Вот тут? Ну да, в серединке где-нибудь. Вот так как чуряшка выглядит. Там много пиздит. Тут там и окажется. Нет. Тут тогда по-другому надо делать. Тут надо вот эти стенки убирать. Эти стенки вот так делать. Ой. Вообще стенки тут тогда надо разбирать. И ставить окна. Ну а так выгоднее окошки ставить. Они дешевле. А тут надо тогда ставить вот такие. Так. Ну сейчас должно получше смотреться со стороны. Вот здесь вот с этой стороны. Ну чуть-чуть лучше наверное. Вот еще как-нибудь тут надо разнообразить эту крышу. Тогда лучше будет смотреться. Потому что она из-за такой формы дурацкой смотрится по-дурацки. Прикинь, муравьи вы не только еду воровали, а еще бы палки уносили. Я бы этими палками их выпорола потом. От наглежники. Ну это муравьи они такие. Воры-бандиты? Ну получается так. Вот это тут прикольно выглядит. Пол стены. Чем цельнее. Она так знаешь как разнообразие вносит. Еще не достроено. Еще надо. В этой серии у нас с жесткой стройкой. Может тут есть какие-нибудь перила? А вот что-то есть. Перила из желуди есть. Забор из желуди есть. А, можно их тогда сделать. Блин. Игла. Черта полоха нужна нам. Ну как гвозди используются в заборе. Прикольно. Иголок нафармить. И на стрелы нам нужны они. И на всякие предметы. У нас там дружок появился. На первом этаже. Какой дружок? Спустись, посмотришь. И что за... Как его зовут? Не знаю. Просто манекен для брони. Короче так некрасиво. Поэтому переделываю обратно. Сейчас найдем. Идеально как будет. Так и сделаем. Просто значит такой тут выход тоже будет. Типа балкончиком можно выйти, посмотреть. Вот так. Можно крышу еще чуть-чуть сделать получше. Вот так. Как в реальной жизни делать крышу, чтобы на голову тебе не капал. Сейчас клевер пойдем рубить. У нас же было ли, ты ее весь потратил. Так не знаю. Сейчас потратить, наверное. Ну хотя должно хватить тут. Всего подверг, сучки, наверное. Вообще домик у нас сейчас отличный будет, ребят. Да. В принципе мы, наверное, уже близки к завершению основного и внешнего. И можно будет сейчас на втором этаже там все рассортировать. Поставить, что как будет стоять. Еще забор надо сделать. Наружный. Возможно, этим в другой серии займемся. Так. Ну здесь вот так вот вышел, посмотрел, пострелял. Зашел. Тут, наверное, кровать в уголку поставим. Или вот тут вот, вот тут. А тут в верстак можно влепить. Давайте определимся, где верстак будет стоять. Предлагаю его поставить куда-нибудь вот сюда, что ли, в уголочек. Вот так. Что отсюда еще переносим туда? Можно перенести в прялку. Поставить ее куда-нибудь. Не знаю. Ну тут пускай пока стоит прялка. Сушилку можно, наверное, на улицу поставить. Хотя нет, она слишком здоровая. Куда-нибудь, где она не будет мешать. Вот тут в уголок. Потом вот эта кузнечная мастерская. Поставим ее к верстаку. Тут рядышком пускай будет. Хорошо. Что еще? Дробитель можно тоже убрать. Можно кровать сделать. Так, нам не хватает немного. Простая кровать. Лучше, чем... Непонятно, что у нас на спальнике. Вот. Не хватает стебля, грубой веревки и глины. Так, вот эту прялку тоже надо наверх убрать. Вот тут. Поставить, наверное, паутинку делаться. Смотрю, у нас тут вот можно сделать смешиватель клея теперь какой-то. Надо скорлупы не хватает немного. Скорлупа желуди надо одну штуку. Сейчас зажалодим, наверное, придется бежать. Посмотрим, можно стоячую лампу сделать, что ли? А, наоборот, висячая. Да, но она это... Что? Не знаю. В принципе, здесь большой потолок. Вот поменяй тут, как ты делаешь. Чем можно травяной светильник сделать? Такой стоячий. Чтоб поярче было вот здесь. Вот он, кстати, светит хорошо. Ярко. Стульчик можно поставить. Можно вот сюда, к кровати, или вот здесь, да, где-нибудь поставить. И тут. Чтоб вот так вышел, посмотрел. Как дела обстоят у тебя. Еще можно шермочку поставить. Вот так. Прикольно. Сейчас интерьер тут сделаем себе дом. Рамка. А рамка для чего? Да, надо желуди еще. И пока светлячки, наверное, есть, надо пойти светлячков побить. А светлячки у нас где бродят? Светлячки на воде. И глину надо еще. Можно чучело всяких наделать, дома повесить. Тут боялись ходить. Мы? Можно будет потом попробовать канатную дорогу сделать. По сути, там в доме закончили, осталось там достроить эти предметы. И, в принципе, все, пока. Я думаю, в принципе, если потом захотим что-нибудь добавить, вспомним или еще что-то. А мы к дубу прибежали. Так, а нам надо куда-то вон туда. Так, что за место тут? Ой. Флаг. Где? Подожди, я посмотрю. Ух ты. Ой. Вот этот друщок. Ты обосрался. Что это было? А, ты что? Вот этот дядя был. Чмыри его. Обосранцы эту. Все, кончился. Клещ. Да. Вон еще. Клещи тоже нам нужны. Вот тут флаг. Ой, тут смотри, тут походу можно пройти. Да. Я так хотелось искать. А тут взрывать не. А у меня вроде есть бомбочек. А у меня три есть. Или бомбочек. Отходи. Что тут у нас? Хакел надо. Да. Тут рубки кварцит. И еще бомбы нужно. Ладно, давай сломаем пока. Взрывая вторую стенку. Тут что-то есть. А тут крупица знаний. И пылевая станция. Два батончика. Мутация исследователь природы. Открылась. Можно исследовать что-то? Так, записки я тут никак не вижу. Проанализировать мне нечего. Так, прочный мрамор. Прочный мрамор, это хорошо. Пригодится. Тут можно куда-то еще. Еще бомбочку нужно. Ой, там я кого-то слышу. Там я слышал каких-то молвов, походу. Ой, тут много... Как они называются-то? Ой, личинки. Нет, не личинки. Гусеницы, гусеницы. Гусеницы, да. Очень много их. Да. Что-то много. Хоть надо захилиться. Хе-хе-хе-хе. Отходи, наверное, стреляй лучше. Где мой лук? Ой, мама. Ой, мама. Они у меня, походу, лук из рук выбили. Каким образом? Не знаю. У меня лука нет. Или он его не берет, почему-то. Все, взял. Ну, почему-то лук у меня в руки не брал. А они мне что-то ударили, и он не подбирал лук. Странно. Там еще много. Так, что валяется? Осколок группы порции. Можно куда-то еще дальше пройти. На выход, что ли? Да. Так, ладно, пошли обратно насквозь пробежим. Руки мрамор появился. Может, он спавнится просто. Типа, приходить сюда и подбирать. Там уже день, по-моему, сейчас наступит. Ой. Что тут за вода тут не было? Не знаю. Не туда, куда-то делись. Да, тут, смотри, тут... Что, зубок? Мокрый корень. Рубить можно? Да, его ножом надо рубить. А-а-а. Так, а что я не понял? Что за прикол? Так, все-таки главное не утонуть. Что за прикол? И надо, наверное, прийти сюда со сферой. А, вот. Вот, смотри. Вот это станция. Угу. Мы откуда зашли-то? Чему-то... А, тут вот, смотри, один проход в воду куда-то. А мы вот отсюда зашли. Вот. А-а-а. Я думаю, что за фигня? Да, просрали мы своих светлячков. Да. Нам глину надо. Нам с равно туда, в сторону воды надо. Сорняк тоже надо. Сорняк, да, и желудь. Вот здесь они должны быть. Мы были так близки к ним. Но так далеко. Ладно, глину будет копать, значит. Вот отлично за два удара. Тогда, по-моему, за три или за четыре, вообще. Другой лопатой старый. Я около дуба сейчас, наверное, тут с коробок соберу и домой. Ну все, достраиваем ченька. А, чертополох, еще нужно ее мое. Ладно, строим, на чего не хватало. Это доделали. Стол доделали. Рамка, что тут надо? Скорлупы не хватало. Скорлупки. Гель я не могу сделать, потому что... Ой, тут можно что-то нарисовать на картине. В рамке, точнее. Изображение. А-а-а. Я понял. Там, помнишь, можно было купить всякие картинки? Так вот, эти картинки ты потом можешь рисовать. Ага. Нормально. Вот и в этих рамках. Ой, опять нападают, да? Походу, да. Вкусинец. Ой. Опять мы вина. Где они? А, вон в двери ломец. Где? Какой дверь? Да, вон в дверь. Сейчас, 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 разлигачить нам дверь. Уже. Ой. Блин, какая-то кусачьи коробки. Дура, да какая-то новая. Да, мы с такими дрались еще. Они бьют нормально. Куда ты, блядь, побежал? Прожарка? Все за хрень? Может, она дает прожарку? Не знаю. Что она там дает? Причлась пилиса. Коза, какая драна. Вы на нее посмотрите. А музыка все равно идет. Какие-то мощные гусеницы пришли. Такие в первый раз вижу. Вот ломает. А, вот. Ломал уже. Ой, тварь. Какая? У нас там столько воды было. Вот тварь. А с нее, кстати, ничего такого-то и не выпало. Вы защитили базу. Написали. На какой ценой? Катушку самую. Я сейчас поставлю. Какой стол стрёмный. На муравьиных ножках. Жесть. Он нам тут не нужен. Мне кажется, он только мешает. Для интерьера. Пускай стоит. Ты хочешь что-нибудь на стол положь, так, скинула. Подошла на стол скинула. Ну ладно. Тут надо тоже поставить стенку. Надоели. Вот так. Вот. И тут надо будет вот так заделать. Да. Тиблей. Таскать не перетаскать. Да. Тут по восемь надо. Вот тут вот сверху-то можно и не огораживать. Тут они сверху ниоткуда не придут. Тут везде горки. Надо посмотреть броню на муравьиную. Скрафтить себе и с ней пока побегать, таскать. Пойду посмотрю броню. Домик у нас вообще теперь уютненький. Всего тут понаделали и в поиске просаживать. А я тебе крафтил это оружие муравьиное? Нет? Меч чёрного муравья. Нет, другой. Вот другой сейчас тебе скрафтит. Сейчас дам. Я уже забыл то, что тебе надо было сделать. Ой, смотри, у нас тут шляпу можно сделать из львиного муравья. Дает защиту от прожарки. Средняя броня. Вот. Из рыжего муравья надо. Силу приношения дает. Наколеники из рыжего муравья взять. Шлем из рыжего муравья взять. Комплект у меня брони есть. 14 можно, прикинь. Нифига себе. Это если всё броню надел? Да. О, смотри. Так, сейчас я надену. Ни хрена себе, ты чё? Дералку, что ли? Говорю 14 штук. Жёстко вообще. Так, как быстро надеть? А это? Так, всё, переоделся. Сейчас тоже буду. Геракл. Так-то мощно, так быстро поди сделаем. Угу. 14 в общем. Много. Да отстань ты. Лечь вонючий. Я пока рубить буду. Вот так. Через камень тут к нам не залезут. Паук, наверное, может забежать, да? Чё, будем полностью огораживать? Ну, давайте полностью. Куда деваться? Ну, вот тут они не залезут. Хотя паук залезет здесь, да? Паук и через это, наверное, залезет. Не знаю. Ну, фиг с ним, с пауком. Главное, чтоб... Мелочь всякая. Ладно, пошли туда. Потом как-нибудь достроим. Пошли туда, в это... То место, где мы видели зубок. Который можно подобрать под водой. Помнишь, мы там нашли нычку? Так, вот здесь мы видели. Мегазубок, наверное. Чё, до сих пор не могу забыть? Я не знаю, не знаю, скупить. А тут он, пусть лежит. Так, поплыли обратно. Кислорода не хватает. Наконец-то, мегазубок. Он туда просто не помещался. Ещё тема какая-то у нас открылась. Давайте посмотрим. Такая серая, не особо. Так, всё, с этим, значит, покончили. Вот. Вот так вот, чётко будет. Только тут калитку, наверное, надо поставить тоже. Вместо вот этого. Куда-то вот сюда нам надо. Проверь вон туда. Светлячки. Где вы? Или ещё недостаточно темно. Вон, видишь, жопа светится. Вон, да-да-да. Вот он тут. Ух ты, провалился. Криповый углубок. Ага. Всё, жопа не светится больше. Вон, ещё один. Бью. Всё, готов. Так, вон, на той стороне. А вот ты про это говорил. Какого? Игрушка тут. Да. А чё ты говоришь, музыка играет? Чё ты не слышишь? Нет. А, слышу. Уц, 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 уц. Он пока стоит на месте, вырываешься троску. Ах, как ты. Было быстро. Вообще, криповый. Цветлячок и блюд. Ага. Ух ты. Он ещё замедляет. Конкретно так замедляет, я еле хожу. На Сашу кошку. Хотел пенить ему недавно, атаку сбился. Вот сорняк, здравик, давай срубим и побежим. Саша, всё в одного почти внизу, да? А нет, вот ещё нам. О, прям много. Да, таскать. Ой, прячься, прячься. Дюбаный стык. Как он к нам туда залез? Как он, блядь, залез сюда? Ну, вот Фанни говорит. Согласен. Ой, как он залез? У нас там забор не доделан, и всё. Просто я видел, он с другой стороны ходил. Меня отравил ещё. Всё, обычные стрелы пошли. Ой, уже проснул? Ты чё, папаш? О, нормально. Рукопашку добил. Хорошо. А мы, кстати, не посмотрели, смешиватель клея, чё он делает. Ой, тут смотри, клей для починки можно делать. Разный, из разных ингредиентов. Кого проще убить, клопа? У нас из клопов так много. Давай из клопов сделаем его. Шесть штук надо. И получится пять клея у нас. Всё, погнал, она наяривает сама. Посмотри, а тут можно в дробилке растительного волокна делать. О, растительного волокна надо. Вот, прядь взморника нормально даёт. Три, три волока. Это под водой рубить. Или доски, вот доски можно делать. По пять даёт волокна. Нормально так. Тогда есть смысл рубить обычную траву и из неё делать. Да. А кашица я так и не понял, для чего нужна. Пошли, может, в лабораторию под водой сплаваем. Надо снарягу брать. Угу. Так. Сферический шлем мне надо. И плавники, да? Ножик можешь взять под водой, вдруг чего рубить будешь. Угу. Сейчас пойдём, значит, туда в под воду. Посмотрим, чё мы там открыли. Можем открыть, точнее, это ключ-карты нашей. Угу. И можно ещё в изгородь сходить, там тоже открыть, наверное, чё-то. Только я не помню, там было или нет. Давайте переоденемся в плавки и шлем. И погнали. Так, где-то здесь была комната, в которой надо было карту использовать. Тут можно заплыть в часть лаборатории. Так, хорошо, я куда-то заплыл. Тут просто проход на другую сторону. В лаборатории побольше. Водоросли можно набрать. Из них можно там капель делать. Неплохие. Ой, грязный чешуя, нам тоже её надо забрать. Только если броню делаешь, а так она, по-моему, там не нужна. Таза? Так, это куда у нас комната ведёт? Тут просто тупик. Я в самом центре лаборатории. Ничего мы тут не пропустили. Можно попить на халяву. Ой, тут капуста опять растёт. Можно лутать тут. Я думал, она одноразовая. Тут много её. А как часто она тут появляется? Можно коктейли сейчас будет наделать. Она там прибавляет чё-то. 30 штучек насобирал. И всё, можно куда-то выходить. Ты где-то рядом со мной, что ли? Я уже выбил. А вот, нашёл, походу. А, вон ты там в куполе. Вот, вот здесь, по-моему, надо. Так, тут. Просто разрушено. Вот, ключ-карт. Камушки тут. Можно что-то активировать. Сундук. В сундуке левая эльфийская побрякушка. Эльф-болтун из деревни Камешков. Тянется к чему-то справа. Кажется, это важно. Чё мы сделали? Не знаю. Тут, смотри, тут. Чё это за место нам показывает? Значит, мы куда-то сможем сейчас, наверное, попасть. Только надо найти это место ещё. Надо ещё раз посмотреть, чё там показывали. Чё это за место? Он только светится, когда сюда заходишь. А если оттуда смотришь, он не показывает. Это какая-то комната. Видишь, в лаборатории, судя по всему. Дверь открыта, показывает. Тоже под водой где-то, да? Вроде как под водой. Значит, где-то надо здесь поплавать, поискать. Может, какая-то комната открылась. По дну прочесаться. Прочесать дно. Где-то, может, заныкано. Место какое-нибудь. Как видите, пауки надоели. Ой, нашёл дыру какую-то. Проход какой-то нашёл, Саша. Пури ко мне. Ух ты. Фонарь есть? Ты чё, посветить? А, тут зубок, походу. Да, зубок. Всё, походу, здесь. Я думал, тут может быть дальше проход, ещё дальше куда-то. Где-то тут станция лабораторная. А вон там чё такое? Ой, чё-то нашёл. Зубок нашёл. Ещё нашёл проход. Нашёл станцию. Где это? Я тебя чё-то не вижу. Тут... Тут ничего нет. Ни записок, ничего. Можно зубок, наверное, прокачать. Не, нельзя. Надо два мега-зубка мне. Можно просто зубок. Влечение прокачать. Паутины и крупицы знания. Там вот... Палочки можно. Соточка. Прикольное место. О, мега-зубок видел. А как-то попасть интересно. Тут, наверное, по камушку. О, да. Заныкали от меня. Всё, можно себе будет прокачать что-нибудь за две штуки. Ты попал ещё здесь попал им. А я не помню, в эту дверь мы забывали, куда она выводит нас. Не знаю. Возможно, здесь что-то открылось. Вот тут надо тоже ключ-карту. И чем? Вот туда вот забывай, где там это отверстие было. Проход, люк. Это игрушка, которую я нашёл. Она, походу, как эффекты даёт прочный щит. Тут много прочного мрамора. И всё. Тут чисто мрамор взять. А вот тут ещё. Вот воск лежит. Угу. Короче, халявно вот тут. Но я так понял, это не то место. Потому что тут мы сами ключ-карты откроем. Где-то ещё, значит, должна быть ничка какая-то. Может, всё-таки вон там, где динозавр был под водой. Поглубже. Глаз светится, отсюда видно. Ладно, пока здесь проплыву. Тут тогда посмотрим. Может, тут где-то проход есть. Который мы не замечали. Так я тут вроде всё обшарил. Я помню, здесь вот было место с пауками. Неужели тут ничего нет? А вот рыбка. Нападает, походу. Да? Чё-то надо сразу загрузить. В глаз могу и ткнуть? Может, он тебя съез? Ой. Ой. Я спать пошёл. Чего ты? Спать пошёл. Нифига себе. А я что, тебя даже спасти не могу? Нет, он меня просто бил с одного удара. Жесть. Так, ладно, я недалеко. Как она орёт тут громко. Я хотел её в глаз ткнуть, а она меня ударила. Прошу анимации, я просто спать ушёл. Может, вот здесь вот под диском мы плавали? Блин, где заныкалит? Мы зашли. Посмотрели на картинку. Нажали кнопку какую-то и всё. Может, там в начале в лаборатории где-то проход был? Короче, ни хрена непонятно, где искать. Надо найти где-то фонарь, которым под водой может светить. Как он называется? Шлезовик. Куполом там надо лезвик. Это мой надо топ. Потому что без него там ничего не понятно. Не видно ничего. Как его слезовика вот это, да? А нет, фонарь и слезовика. Нет, да, фонарь. Куполом таким. Шарм-сар можно сделать какой-то. Неотразимая атака и прочь нещить даёт. Надо зубки использовать. Я забыл. Мегазубки можно. Либо стрелы, либо объём пачки расходных предметов. Либо просто ресурсов больше. Объём пачки ресурсов. А у нас у двоих, да, мегазубки качаются? Да. Всё, переодеваемся. И погнали. Искать. Сокровище. Вот в кайвербёжку. Нет, не убивай меня. О, поуказу соси лучше. Да, стойте от меня, тварь. Я за камушками, я за камушками. Может, труба охраняет место какое-то? Я не знаю. Чё он так агрит с нами? Да ты тварь. Сожрала опять тебя, ё-моё. Смертельно шлёпнул. Чё за паскуда? Раньше не трогала. Чё-то охраняет, наверное. Вон мой рюкзачок. Всехонько поднимается. Она вообще в другой стране была. Готово. А вот. Вот это отверстие. Для чего оно здесь? Не просто так же. Тут вот кислород даже прибавляется. Тут много пауков просто. У тебя пауков армию. Для чего? Такое место. больше там ничего не вижу нам трезубец сделать и чему летите в пауков на раз два то неофигевши какие-то я там все прошаривание не вижу нет отстань рыбы съел меня походу у меня поймал чё происходит да она меня проглотила специально агриться на меня вот что плохого сделал не знаете шея нам нужна нет но я тут только какой-то нашла возле штучки которая дует ой пушки а там тупик про светом был тупик там тупик он ничего нет так тут вот ключ лежит ключ ключ я там плавал 10 лет я там не очень ничего не видел ой ладно чтобы меня тут не укокошили почему я его там не видел это два раза было бы и сюда в начало сейчас откроем суду хотя бы придумать чё там какой прикол просто так что кто-то путь там оказывается ключ был я его вообще не видел вау там туда-сюда смотрю может проход какой-то еще чё-то медицин пока пауки били я наткнулась туда мне пока пауки били я вообще ничего не видел а этом просто по кругу плавала пошли открывать сундучок интересно чё там крупицы знания она смесь и было открыть и грущий сундук сокращен ой смотри вот еще тут чип-чип походу чип и ой еще мега зубки да и вся я нам к бургала затонувший пар пост к бургу надо да а где эта комната открывать я так и не понял чем мы там открыли это ключ картой какое-то место фиг пойми какой чё пойдем к бургу тогда я уже устал тут искать где-то что-то открылась я чего не понятно можно вообще не здесь открывает и в другом месте где-нибудь в другой локации бургал дружище ты где так мне удалось найти запасный чип а еще чип благодарю давайте сюда посмотрим что мне удастся вспомнить а так то лучше в научном магазине терминальный библиотек появились новые инструкции так можно сказать цены помогает не вернуть память так чем я могу помочь речь о каком-то докторе шмектере доктор шмектер глава научного отдела курировал проекты доктора тали в неизбежности презрение доктора талии директору шмектеру было даже больше чем его презрение к мягкой картошки фри у них было много разногласий на протяжении многих лет по поводу направления научного отдела если шмектер как-то с этим связан то я могу вам заверить что они ни к чему хорошему не приведут это то что сказал бы доктор талии никогда не встречался с ним поэтому должен воздержаться от суждений усыхание является прогрессивной формой обезвоживания и неудачным побочным эффектом процесса уменьшения для человека по видимо ситуацию ухудшается с каждым последующим используемым про это дегенеративное заболевание от которого нет лекарства на данный момент на момент своего исчезновения сам доктор талии остро испытывал побочные эффекты и последствия усыхания и активно разрабатывал решение этой проблемы это исследование настоящее время приостановлено хорошая новость для вас однако анализ указывает на нормальное количество морщин улице для человека у вашего возраста понятно это мы узнали про морщины и чип песочница научный короба и решили у нас какие-то новые ой смотри тут можно теперь что-то делать взрывчатку можно делать теперь бомба покрыты липким веществом приклеится к цели улучшение для ласт и плодников повышать скорость плавания улучшение водолазного фонаря ой смотри можно купить этот для королевы муравьев который надо аппетитный сада отбили хобби королева черных муравьев а нам хватит у нас 10000 тобой опыта приманки может делать стрелу из приманки можно еду делать а муравлет и и садильи из муравьи 0 можно делать можно сложную ковку сделать и что-то чудает острые крупинка мятная крупинка крупинка соли надо брусок и какие-то части можно улучшение для плавников купить будем делать можно каракулю купить вот потом дорисовать их до 4000 до зубки можно за два зубка прокачать стрелы или три зубка и можно будет еще прокачать что-нибудь или объем ресурсов или объем пачки ресурс что еще покоим или можно стрелу прокачать так ну все там больше у нее ничего нет еще нам живую изгрызть на сходить там попробовать найти какой-нибудь чип посмотреть там возможно там какой-то проход открылся он у нас с помощью нашей карт там еще вроде был какой-то проход в муравьины ой муравьины получи гнездо какой-то там все пути не было помнишь так это забавно выглядит на дно реке 4 тут тащит вот у нас вот такой заборчик уже все дорожено тут тоже можно заходить так об а на этом будем заканчивать ребят люди серии уже продолжим всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите свои комментарии и всем до встреч следующих видео всем пока